Друзья, всем привет из Сочи! С вами Ричард Гулев и вы на образовательном канале. Сейчас разберем матч немецкой Бундеслиги Майнц-Лейпциг. Знаете, вроде бы очень простая логика в этом матче, и в то же время матч оказался не таким уж и простым. Дело в том, что Лейпциг идет на третьем месте, на втором идет Баруси-Дортмунд. 69 очков у Баруси, 64 у Лейпцига. У Лейпцига есть, конечно, шанс занять второе место, но нужно ли ему это? Серебряные медали, бронзовые медали, в принципе, какая разница? Лейпциг и так в зоне Лиги чемпионов. Из германского чемпионата 4 первых команды идут, по-моему, напрямую. Если не ошибаюсь. Так, смотрите, что еще. Лейпциг играет в финале Кубка Германии, по-моему, это 25 мая. В этот же день Кубок Испании, Барселона-Валенсия. Значит, Лейпциг будет играть с Баварией. У Лейпцига есть шанс взять Кубок в Германии, но это будет через три недели. Итак, вот я внимательно разобрал вот эти матчи, предыдущие четыре матча с Майнц-Лейпциг, да, и пытался найти какую-то закономерность. Кроме того, что они там обе забивают, как правило, тотал два с половиной они пробивают. Особо я ничего не нашел, но, в общем, такое, что я нарыл. Как правило, как правило, Майнц больше фалит в этих встречах. И во всех абсолютно встречах был пробит по желтым карточкам тотал четыре с половиной больше. То есть, минимум пять желтых карточек в этих матчах. Что касается счета в этой игре, я думаю, что здесь обе забьют. Коэффициент 1.50 на это. Лейпциг не проиграет. И счет, наверное, будет что-то типа 2-1 в пользу Лейпцига. Смотрите, по форме этих команд спортивной. Значит, Лейпциг идет в пяти матчах без поражения. То есть, пять матчей одни победы. Без ничьих, без поражения. Вообще, побеждает на чужом поле. И Боруссию Минхельгладбах победил, и Байер победил. 4-2 на чужом поле, повторюсь. Так. Майнц, в свою очередь, прям четко дома выигрывает, на выезде проигрывает. Опять дома выигрывает, на выезде проигрывает. У Майнца 36 очков, 12-е место. От зоны вылета его отделяет 12 очков. Ему как бы ничего не угрожает, ему ничего не надо. Но такие команды и страшные, да, как вот сегодня. Вот Енисей и Анжи сравняли. У Анжи красная карточка. А мы ставили сегодня с вами на победу Енисей. Я, по-моему, вчера давал, да, прогноз. Анжи вначале забил. Я еще вчера выложил, извините, что немножко не по теме, зарегистрировался в таком канале, как Куш на спорт. Выложил вчера два платных прогноза. Они у меня зашли. Это Челси и Арсенал. И выложил победы Енисея за 1,60. Ну, видите, как туго идет. 1-1, я надеюсь, что Енисей добьет. То есть, вот такие даже команды, как Анжи, они еще бодаются. Поэтому Майнд с Лейпцигом то же самое может быть. Майндсу ничего не надо. Лейпцигу тоже, в принципе, особо ничего не надо. Возможно, веселая игра. Смотрите, суббота. Сегодня суббота или какой сегодня день? Даже не знаю. В общем, перепутал все дни недели. В общем, я заметил, вот по субботам более результативный футбол. Особенно вечером. Вот прайм-тайм, там 6-7-8 часов вечера. Команды прямо бегут, забивают. Я напомню, что немцы, такая нация, они очень любят шоу. Вот музыка очень много там у них пошла. Бунием, вот эти группы все там, я не знаю, там, диско они придумали в 70-х. Это же немцы придумали диско. То есть, они любят шоу. И вот футбол, это часть шоу. Полные стадионы, понимаете. Когда Баруси Доргмунд вылетела в первую лигу, полные стадионы ходили на все абсолютно. Представляете, они вышли из этой первой лиги. Там, Юрген Клоп их возглавил, вытащил их, там они стали чемпионами. И так далее. Вот что такое немецкий футбол. Это веселый футбол, где всегда, как правило, голы, где, как правило, пробивается тотал 2,5 больше. Где, как правило, обе забивают. Где командам, в принципе, все равно, где играть у себя дома или на выезде. Итак, что по этому матчу? По этому матчу заключение. Обе забьют. Лейпциг не проиграет. Тотал 2,5 больше. Желтый карточек 4,5 больше. По фолам победа Майнца. Ждите еще сегодня видео. До свидания.